всем привет ну что готовы провести сегодня весь свой выходной день у меня на кухне если нет выключайте нафиг камеру и да нет я шучу я постараюсь для вас уложиться в 20 в 25 минут это для меня день будет длинным сегодня я решил приготовить деми глаз базовый темный соус это основа а из этой основы можно уже приготовить много других соусов кстати есть вы посмотрите у меня в описании то я там укажу какие соусы можно приготовить из деми глаз я перечислю конечно не все но маль малую часть того которую возможно вам нужно будет знать но не более того я почему решил приготовить деми глаз сделать это видео я посмотрел то что люди творят в интернете на youtube канале посмотрел немного плевался значит то что я видел это слишком мало хорошего скажем так люди варят соус трое суток семеро суток вы чё с душу ли для чего ну 6 часов но 8 пускай но все на этом что вы хотите оттуда выварить и бросают туда болгарский перец бросают туда баклажан мне так и хочется крикнуть воткни себе этот баклажан кабачки люди вообще что ли этим овощам нечего делать совершенно в деми глаз деми глаз это цвет деми глаз это вкус хотите цвет добавляйте овощи морковь сельдерей лук лук порей только в том случае добавлять если вы уже прекратили процесс обжарки иначе просто он будет горчить имейте ввиду что для деми глаз а вам нужны небольшие части костей или обрезков небольшие с грецкий орех этого достаточно в этом случае как порезаны так и овощи и сами обрезки у них будет достаточно сторон для обжарки каждой обжаренной стороны вы получите цвет не нужно обжаривать кости до угольков потому что это горечь чем сильнее вы сожжете свои кости или овощи тем больше будет горчить вас соус после приготовления и стоило ли заморачиваться тогда на трое суток да конечно нет если я работаю на работе не для приготовления деми глаз достаточно 6 часов полчаса это обжарить кости паркинг томате при температуре 200 градусов не 140 не 160 именно 200 кости должны быть румяными и вы видели наверно какие сковороды у меня на работе большие широкие то есть у них площадь испарения очень высокая почему в некоторых ресторанах готовят соус деми глаз двое-трое суток да я вам скажу почему потому что целый день работы выше крыши вздохнуть никогда это вся красота сковороде варится приходит вечер все уже хотят домой уже никто заниматься деми глазом не хочет потому что оттуда нужно удалить все кости его нужно пропустить через грубое сито потом его нужно пропустить через мелкое сито все это дело остудить снять с него излишки жира и опять эту массу опять уваривать доверить эту работу ученику никто не даст этим должен заниматься повар у которого уже есть опыт у этого опытного человека и так делал на кухне выше крыши вот поэтому потихонечку и вылетает 23 дня ну мы сегодня у меня на кухне домашних условиях конечно у меня нет таких приборов где бы я мог за 6 часов уложиться но тем не менее я постараюсь максимально кортенько приготовить деми глаз ну поехали прежде чем я начну готовить дам небольшую вводную то мне вообще для соуса нужно и как мы делаем его допустим на на работе как я его делаю на работе на предприятии для самого соуса для самого соуса мне понадобится томатная паста корень сельдерея красное вино кости лавровый лист можжевеловые ягоды репчатый лук морковь вы если у вас есть обрезки от петрушки или сельдерея то они также могут хорошо пойти в этот сок я купил костей купил костей германии кости бесплатно не дают как некоторые умудряются на рынке где-то приобрести бесплатные кости не знаю как удается но тем не менее значит кости я купил у рубщика мясо попросил его чтобы он их мелко мне порубил это в принципе я считаю что это довольно уже хорошо мне порубил постарался но если у вас есть дома топор то есть такие допустим вот такие куски то все-таки я бы его еще пополам бы разрубил чем меньше кость тем больше у нее сторон и она будет обжариваться ваша это самая обжарка то есть цвет который вам нужен именно с мелко порубленной косе вы получите его лучше всего красное вино оно не должно быть каким-то дорогим она будет простым красным сухим не сладким вином почему не сладким потому что жидкость из соуса выпариться а сахар останется он никуда не исчезнет если вам нужно будет сахар вы принципе его добавить можете всегда так как дома большой посуды для такого количества костей нету я кости не буду обжаривать я их помещу в духовку примерно минут на 40 при температуре 220 градусов возможно я температуру еще добавлю возможно я продлю время всю рецептуру то есть чего сколько я взял лука моркови я все опишу рецепте которые вы найдете под видео а сейчас кости я отправляю духовку и в это время я занимаюсь овощами не забудьте предварительно прежде чем вы начнете чистить корень сельдерея и морковь помойте их так противень я предварительно выстелил алюминиевой фольгой и сверху поместить бумагу для выпечки то есть чтобы кости у меня не пригорали не прилипали окно и кости свои точнее свои а кости животного выкладываю на противень и в духовку пока мои кости запекаются и приобретают фантастический вид значит я порезал свои овощи морковь лук и корень сельдерея на такие небольшие кубики ну принято считать оптимальный размер это с величину грецкого ореха вот примерно так я их и порезал добавляю масло и начинаю обжаривать я не буду обжаривать все овощи сразу потому что мне нужно получить хороший цвет если я сейчас бухну все овощи сюда что они у меня просто-напросто начнут сушиться а не жарится этого мне не нужно поэтому небольшими партиями я понимаю что это долгий процесс но тем не менее я хочу вам показать как это делается правильно овощи у меня начинают приобретать золотистый вид и в этот момент я добавляю немного там одной пасты и при обжарке овощей очень необходимо соблюдать такое правило чтобы овощи у вас не сгорели потому что они должны быть золотистыми но они не должны быть сгоревшими иначе вас соус будет горьким мы добавляем немного вина так как у меня сковорода темные этого не видно а если вы будете дать на чугунной или на какой другой вот она образовалась такая прижарка для этого то и нужно вино весь этот аромат и вот легко наливаешь на прижарку и лопатки снимаешь сейчас хорошо будет видно что прижарку мне образовалась я ее поливаю вину ну вот первая сковорода у меня уже с овощами готова так обжариваем все овощи овощи если я ударил на все про все у меня ушло на обжарку овощей не ушло 40 минут до совсем забыл сказать что в кости я сразу самого начала я поставил температуру 250 градусов и вот они у меня уже почти час но я как я вижу по цвету то я буду еще дальше задвигать процесс немножко затянется прошел ровно час запекание костей при температуре 250 градусов но цвет пока еще ни о чем так я возьму сейчас часть костей и переложу их на на решетку решетку поставлю сверху и буду одновременно запекать кости как на решетке так и противне ну и небольшую часть чтобы ускорить процесс я обжарю на двух сковородках ну а жидкость я солью сразу в кастрюлю жидкость только мешает тому чтобы кости приняли хороший цвет вот так я свои кости свои кости расположил то есть не мои а в телячьи кости расположила так они у меня будут запекаться дальше кости запеклись значит смотрите друзья в общей сложности я потратил на запекание костей 1 час 50 минут при температуре 250 градусов на работе мне хватает запечь такие кости всего за полчаса при температуре 200 градусов но так как у меня духовка обыкновенная домашняя отсюда и результат 1 час 50 минут овощи я уже распределил по кастрюлям у меня к сожалению только две пяти литров было бы побольше кастрюля дома было бы интересно но получилось так что ставлю в двух кастрюлях на двух комфорках то есть но цвет костей на посмотрите сами вот вот такие вот вот такие вот румяные они должны у вас получиться вот так усилий не нужно делать и светлыми вы смотрите так чтобы они у вас и не сгорели все что сгорело это все горечь горечь в соусе нам не нужно я при добавлении овощей никогда не добавляю лук-порей то есть лук-порей с его обжаривать до карамелизации то он будет горчить ну вот чего вы собственно говоря и добивались и теперь основную работу я сделал теперь заливаю кипятком добавляю немного вина сейчас можно добавить можжевеловые ягоды основа будет вариться долго я их даже не буду раздавливать я их оставлю так как они есть можно добавить по буквально по два лавровых листка имейте ввиду что я не солю не перчу жидкость будет редуцироваться то есть уменьшаться это все можно будет делать потом так заливаю кипятком и отправляю на плиту пока чайник для второй кастрюли закипает я сниму уже часть жира я сниму не смысле что он не мешает данный момент просто вот этот назовем его так ковер жира он будет препятствовать быстрому испарению поэтому мы его частично уберем а полностью мы его удалим на только тогда когда мы соус полностью процедим остудим его в холодильнике и на следующий день снимем эту остывшую жировую прослойку как на моя основа в обоих кастрюлях закипела я убавляю температуру из 9 возможных на троечку и оставляю крышку открытой чтобы вода моя выпарилась и буду варить для начала примерно три часа соус мой варится уже три часа и сейчас я добавлю стебли поварю еще полчасика и буду уже жидкость отделять от костей так но если учесть что я свой соус начал варить с часу дня со всей процедурой то сейчас уже восемь часов вечера то сделаю я на данный момент я просто отброшу носито все кости они никак каковы уже не нужны а сам соус непосредственно я его сегодня вернее не соус это еще только жюю так называемый сок мясной это еще не соус значит этот мясной сок я остужу отправлю в холодильник а завтра его буду доваривать не на все таки я решил еще часочек поварить вот все что осталось из двух кастрюль налью я еще красного вина еще час я буду уваривать вот чтобы мой соус с пользой выварился значит процедил и все через сито то есть удалил все кости и все остальное и при помощи поварешкой круговыми движениями процеживаем на соус через бумажное полотенце вот эти вот эти остатки сразу отправляется в мусорку опять чистую новую салфетку и опять за но это уже наверно сегодня все вот так вот я все против потихоньку процежу остужу холодильник уберу и завтра будем соус доваривать все всем спокойной ночи наступил следующий день и теперь мне нужно удалить с моей основы весь жир так ну вы видите что у меня тут получилось такой жидкий холодец но это еще не не готовая часть то есть до соуса еще немного далековато но не совсем ему уже пару шагах от него мы начинаем уваривать я поместил весь соус сковороду чтобы его выпарить консистенция мне уже нравится я добавлю немного портвейна и дам ему тоже выпариться к ну вот этот ненужную пенку я ее соберу чтобы вам лучше было видно вот посмотрите какого цвета получается деми глаз это если вы все сделали правильно конечно получить более насыщенный цвет было бы лучше если бы кости также обжарились бы небольшим количеством томатной пасты на сковороде но как вы видите в домашних условиях это немного сложновато и то что сложновато это занимает очень много времени я уже борюсь десятки час соусом он мне до сих пор не готов сейчас я его немного еще чуть-чуть буквально уварю перелью в кастрюлю и уже буду солить загущать я его не буду так как я его буду разливать на небольшие порции если мне нужно будет соуса то я его достану скипячу и загущу кукурузным крахмалом так соус мой уварился теперь его присаливаю присаливаю буквально чуть-чуть потому что он очень крепкий очень интенсивный вкус с солью очень аккуратно чтобы не пересолили соус ну теперь я хочу проверить сколько соуса у меня получилось в общей сложности с 5 килограмм костей переливаю соус и мерный стакан 1 литр 200 грамм друзья мои это конечно очень хороший качественный деми глаз но потраченное на него время чтобы приготовить его достойно в домашних условиях составила 10 часов на работе этот соус варится параллельно мне за ним особо следить не нужно у меня для этого имеются подходящая сковорода на 80 и на 120 литров и большой пара конвектомат но я ничуть не жалею о том что я это сделал что я вам показал что это такое как это делается сейчас на данный момент соус у меня жидкий но поверьте мне когда он остынет он примет состояние желе а сейчас я соус остужу и разорю на порции и отправлю в морозильник я охладил часть соуса в холодильнике чтобы вам показать каким густым он стал то есть какое желе получилось а ну вот смотрите сами вот такой вот у меня деми глаз в холодном состоянии можно спокойно резать его можно даже разбавлять водой потому что соус очень насыщенный мне осталось соус распределить по пакетикам и отправить его в морозилку вот таких пакетиках соус у меня будет храниться в морозилке соус весь я свой расфасовал вот у меня получилось 9 таких пакетиков я его буду укладывать аккуратненько в морозилке вот таким образом один рядом с другим замораживать и по необходимости доставать если я готовлю хорошее мясо ну вот мы общими усилиями и приготовили деми глаз теперь вы знаете что это такое и с чем его едят от себя еще хочу добавить такой маленькую водную кости не обжаривайте до угольков иначе соус будет горчить работайте с красными сухими винами с высоким содержанием танина интернет вам в помощь и в конце как вы заметили я добавил портвейн ну раньше я когда еще жил в свое время в союзе портвейн у нас покупали алкаши это печально но это так значит портвейн это очень хорошее вино и с которым очень приятно готовить добавление портвейна в конце соус томми глаз это отличная нотка подчеркнуть его аромат и вкус если вам это видео понравилось оставляйте ваши комментарии у меня на канале если у вас есть вопросы и если я знаю ответ задавайте я отвечу а на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч